И судья у него спрашивает, расскажи, говорит, зачем ты украл эту плату и куда ты ее потом делал. А этот подсудимый поворачивается к нашим руководителям службы безопасности и говорит, скажи мне, говорит, что это вообще, что это за плата, для чего она нужна, чтобы я, говорит, судья что-то ответил. То есть, настолько это смешно, понимаете. Они загрузили этого парня, поэтому он сам как человек, он мне, конечно, глубоко неприятен. То, что он говорит против системы, против Путина, это, да, это плюс, это правильно. Но это не меняет отношение к этому человеку, все равно он неприятен. Но они смотрят. Расскажи про систему похищения молодых парней, полицейскими, в каких целях они их похищают. Они их похищают в целях, что называется у нас в республике результат. Ни для кого не секрет, что вообще в целом в России правоохранительные органы работают до сих пор в старом советском режиме. И в режиме, когда есть определенный план, и нужно его выполнять. То есть, изначально сверху опускается некий план, что преступность должна быть на каком-то уровне, краж, примерно, ну, в месяц, допустим, должно быть 10 краж, 2 убийства, 3 изнасилования, 5 угонов автомобилей, 10 человек уехать должны там в Сирию, ну, и так далее. Там 2 теракта, в общем, вот такая вот идет. И все, и люди должны, хочешь не хочешь, под это делать результат. И если, например, ты говоришь, ну, предположим, например, в конце месяца, там, отдел какой-нибудь Ленинского района, например, говорит, что по плану у них было, например, 6 человек должны были уехать, допустим, серию и 2 убийства. Они говорят, убийств не произошло, а в Сирию я по только 3 человека. Им говорят, такого быть не может, значит, вы плохо работаете, вы не справляетесь. И что вы им такого не говорили, им нужно делать вот эти вот планы создавать. Результат делать, точнее. И они похищают этих ребят, заставляют их признаваться, делать какие-то, давать признательные показания. Я могу рассказать случай, который нам был, на моей практике, когда я работал. В Билайне у нас, в одной из базовых станций, которая находилась по 2-м, ну, в 2-м Солжском районе, произошла кража со взломом. Вскрыли нашу базовую станцию и украли оттуда какие-то две платы. Две платы, по-моему, или одна плата, не помню. Очень совершена была кража, но это надо понимать, что это настолько специфическое оборудование, то есть нельзя взять из базовой станции плату, например, и поставить ее себе в автомобиль, в коробку передач, допустим. То есть, нет, это не какая-то универсальная вещь, это не кондиционер, допустим, с базовой станции, это плата, то есть, это оборудование высоких технологий, это что-то оттуда, и применить это куда-то в хозяйстве, там нельзя, в огороде нельзя ее где-то поставить, понимаете, настолько все специализированная такая вещь, и она была дорогая, действительно. В общем, произошла эта кража, естественно, наша служба безопасности написала заявление в полицию, а для старомысловского РОВД это проблемы, для них это висят, понимаете, им нужно это раскрывать, а если они не раскроют, то это повиснет, это испортит им статистику, будут проблемы. И вот в один из дней к нам приходит уведомление, что якобы пойман человек, который украл нашу плату, и в общем, там материалы все собраны, и так далее, дела направлены в суд, и на такого числа будет суд, просим вас, представителя, выехать для присутствия. Ну и поехала наш юрист, руководитель судьбы безопасности, поехали туда, и вот там был смех, когда сидит подсудимый, ну, паренек, наркоман какой-то, на чем-то, видимо, попался, действительно, может быть, на краже, не знаю, на чем он попался, ну, и ему зачитывают все то, что он сделал, его зачитывают, он сидит, машет, это самое, машет головой, что, да, я это все, я загружается, и, ну, суде-то надо все равно какие-то ему, чтобы не просто он там признал, а ему нужно какие-то вопросы задать, и доходит очередь до этой платы, и судья у него спрашивает, расскажи, говорит, зачем ты украл эту плату, и куда ты ее потом делал, а этот подсудимый поворачивается к нашему руководителю службы безопасности и говорит ему, скажи мне, что это вообще, что это за плата, для чего она нужна, чтобы я, говорит, суде что-то ответил, то есть настолько это смешно, понимаете, они загрузили этого парня дополнительными всеми своими висяками, ну, видимо, действительно попался там, не знаю, на наркомании он попался, или на чем он попался, и вот все, что у них было не раскрыто, они на него нагрузили, и парень пошел, отправился в тюрьму. Вот такая, в общем, у нас там практика, вы сами понимаете, что вопрос кражи, там, это-то ладно, это все мелочи, а когда речь идет там о серьезном таке преступлении, да, как терроризм, там, ну, и прочие вещи, уехал в Сирию, там, это уже посерьезнее дела, тут тебя просто привезли, током тебя побили, ты загрузился, а в России есть такая статистика, что, например, оправдательные приговоры, это, ну, 0, там, сколько-то процентов, вообще в России, вообще в России не принято оправдывать, в России, понимаете, считается, что если вынесен оправдательный приговор, значит, оперативники полиции, следователи, следственного комитета, прокуроры, значит, все они, ну, мягко говоря, ошибались, да, если говорить, как есть, нарушили закон невиновного человека, привлекли, и это, соответственно, это уже обратно, обратно должно идти, против них должны какие-то мероприятия проводиться, там, служебные проверки, и поэтому судья не делает этого никогда, он никогда не оправдывает. И, соответственно, что происходит, человека у нас пытают, он сам себя оговаривает, и его сажают, дают ему 10 лет, это у нас в республике, потом он обжалует этот приговор в Верховный суд, и Верховный суд ему уже скашивает, сколько-то там лет скашивает, говорить, что то-то, 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 там, типа, не доказано, а доказательства действительно нет, у него просто под пытками выбиты показания, но судья не учитывает это, он его не оправдывает, потому что тогда обратный процесс пойдет, вместо этого судья просто скашивает несколько лет, например, было 10 лет, он ему дает 7, его посадили на 5 лет судья говорит 3,5, примерно вот так вот, и этот человек, который садится, он уже даже этим довольствуется, отсиживает свой срок и уходит, такова практика, к сожалению. Саламу алейкум, брат, в Питере моему знакомому спросили, какая из них, он указал на свою сумку, на глазах у всех, кинули туда патроны и забрали, заказали его, вот, Сухан, вы видите, как это делается, я-то этим вещам не удивляюсь, для меня это как, ну, это как, как говоришь, сходить, покушать, там, на кухню, примерно такая эта тема, это я знаю, как они работают, но, это, конечно, беспредел полный. Про Олибекова можно говорить, я, что касается Олибекова, это тоже, конечно, интересная тема, как бы там ни было, я, конечно, он мне глубокое неприятие, просто хотя бы то, что он там, десантник, он, ассоциирует себя с этой страной, с этой системой, с тем, что он там, что это так круто, там, десантникам, гордиться какими-то вещами, позорными, да, которые вообще в публике, если даже у тебя было, это когда-то в прошлом, то это нужно скрывать, понимая, насколько это все ничтожено низко, поэтому он сам, как человек, как лично, он мне, конечно, глубокого неприятия, то, что он говорит против системы, против Путина, это, да, это плюс, это правильно, но это не меняет отношение к этому человеку, все равно он неприятен, но, несмотря на это, как бы он мне неприятия не было, я говорю, что за выход против системы, за то, что он критикует власть, никто не имеет права его похищать или привлекать к какой-либо ответственности, это однозначно, поэтому то, что сделали, то, что его арестовали, это, конечно, беспредел, безусловно, и мы это, конечно, осуждаем, то есть личные отношения к этому человеку, то, что он приятен, неприятен, это не является причиной того, что мы сейчас, по этому поводу злорадствовали, это нарушение его прав, и этого делать нельзя, однозначно. Схаба Лебеков, участник второй чеченской войны, воевал против чеченцев, и говорил, что чеченцы в Дагестане начали голову поднимать, это он так прокомментировал тему Аоповского района. Но я говорю, даже, тут дело не в том, что он именно на чеченстве, он, в принципе, как личность, он очень неприятен мне, и он будет неприятен любому мусульманину из Кавказа, этот человек просто неприятен. Мягко говоря, это и мягко сейчас, но это не дает права власти его похищать или нарушать его права. То есть, мы, мы не злорадствуем по поводу того, что его похитила власть. Понимаете, у нас, да, у нас есть к нему претензии, там, мы спросили бы с него за некоторые вещи, это лично, но мы не злорадствуем тому, что власть нарушает права по отношению власть. Кавказский район, кто бы что ни говорил, остается чеченским, это Эстония недавно, недавно какими-то угрозами в адрес Алардцев или Доргинцев ничего не возвратишь. Это дело требует внимательного подхода. Это дело требует просто политической воли. Просто там, наверхах, должны понять, что нужно людям вернуть, то, что принадлежит им. Нет больше ничего, там нет никаких проблем. И те люди, которые там живут, их дома, они их освободят, если будет, на то политическая воля. Просто им нужно предоставить замену достойную. Понимаю, просто это упирается в волю и в средства. Это настолько не проблема. Если бы вот эти вот, раньше там сидел этот Абдулатипл, который никак по этому вопросу не чесался, если сейчас этот, как его там умерли, Васильев, если он захочет этот вопрос решить, хотя я сомневаюсь, ему сейчас не до этого, ему надо быстро там свою задачу выполнить и свалить оттуда. Если они захотят это сделать, они это сделают. Сверху просто что нужно сделать? Политическая воля, финансирование, то есть сказать вот на этот проект нужно нам столько денег. Это небольшие деньги, так в масштабах даже, республиканских, это небольшие деньги. Зачем нужны деньги? чтобы тех людей, которые живут сегодня в чужих домах, на чужих землях, домов уже не осталось чужих, там сейчас земли остались чужими, чтобы этих людей переселить другого места. Саламу Алейкум саламу саламу Продолжение следует...